Художники одного города – это совместный проект трех людей искусства. Анны Чапурной-Олейник, Петра Кузьмича и Татьяны Потворовой. Художники давно планировали эту выставку именно вместе. Серьезно к ней готовились и отмечали, что сила трех существнее, чем поодиночке. Пришли поддержать таланты их родные, друзья-зрители, а главное – старшие и умудренные жизнью и опытом коллеги. Сейчас вот таким молодым – это счастье, как говорится. Творить и жить – нормально. Сегодня сделали праздник нам. Три симпатичных, добрых, талантливых художника. Они работают в разных областях – масло, акварель, эмаль. Но объединяет их общая юность, молодые годы, трудоспособность. В общем, любовь к искусству. Это действительно так. Любовь к творчеству и высокому искусству – это то, что их объединяет. Авторы вернисажа очень разные. Они представили внимание у зрителей живопись, скульптуру и декоративно-прикладное искусство. Несмотря на то, что их работы выставляются в одном большом зале, отличить друг от друга их очень просто. Среди тонких, нежных и в то же время ярких полотен милых художниц идеально вписываются и вносят некую изюминку. Брутальные, выразительные арт-объекты Петра Кузьмича, который работает в достаточно редком для белорусского художника в виде искусства – горячей эмали. Меня очень увлекает работа с формой, с материалом, с фактурами, искать, достигать того, чего я хочу, что хочет мой внутренний мир, как у всех художников, что-то показать, открыть. Самое ценное – это то, что я освоил технику древне-византийской перегородчатой эмали, которая была утеряна в XI веке. Ей почти уже мало кто владеет, занимается, она очень трудоемкая, и я благодарен, что я ее освоил. Для меня это самое высшее достижение. Мне нравится в этом молодом художнике целеустремленность и работоспособность. Вы знаете, что в нем отражается качество. Вот по отцу, что у них ювелирное направление такое, они очень, как это сказать, точно и классно делают нюансы. Вот, поэтому, в общем-то, его работы, которые здесь представлены, они сработаны на фактуре. У каждого героя вернисажа есть свое стилевое направление – индивидуальный, уже узнаваемый почерк. Татьяна Потворова, например, работает с маслом. Натюрморты, пейзажи, ее холсты словно живые, структурные. Каждый мазок сочно укладывается в общую картину, так и манит не только рассмотреть, но и прикоснуться. Ее вдохновляют путешествия. Один лишь взгляд на полотно тут же переносит зрителя в самые прекрасные уголки нашей Земли. Объемные работы Татьяны Потворовой сменяются нежными акварелями Анны Чапурной Олейник. Ее работы окутаны воздушной дымкой, цвет плавно переходит к цвету. Вместе с этой нежностью они в то же время очень яркие. Отличительной чертой ее картин является солнечный свет. Благодаря ему картины будто греют. Я стараюсь видеть вообще красоту во всем. Пока была возможность путешествовать, я по 3-4 раза в год ездила в Грецию, Францию, Италию, черпала впечатление там. Приезжаешь домой, тут отдыхаешь, накапливаешь энергетику, уже по-другому смотришь и на свой город, и ходишь на этюды, и пишешь «Брест». Едешь в деревню, там совсем другая атмосфера, отдых, кошка, цветы, природа, аисты. Пишешь. Ну вот, как бы пытаюсь во всем найти красоту, жизнь. Мне очень нравится писать натюрморты, потому что я составляю сама композиции, формирую какие-то определенные динамичные направления. То есть это не случайные какие-то виды, а вот именно составленные мной. Солнечный свет, именно атмосфера брестского солнца, брестского света, она присутствует в моих работах. Когда я участвую в других выставках, в других странах, в других городах, все обращают внимание и спрашивают, откуда такой свет. Я говорю, что это, наверное, свет именно брестского солнца, потому что, ну вот эта вот солнечность, она действительно характерна для нашего города. Художники одного города – это замечательный проект. Он получился ярким и будоражащим именно благодаря соединению в такой творческий треугольник отдельных очень талантливых людей. Брещане и гости города могут насладиться вернисажем вплоть до 8 августа.